Девушки отдыхают В этом выпуске «Машин монстров» мы познакомимся с самыми могущественными комбайнами Машины-монстры, комбайны-гиганты Скорость Сила Задача этой машины-монстра очень проста Пробивать, разрывать и выбрасывать землю как можно быстрее Это гигантский фронтальный погрузчик Он является самым сложным комбайном-гигантом Высота 6 метров Длина 18 метров Этот гигантский фронтальный погрузчик пронзает поверхность своими внушительными зубами И вырывает тонны земли за считанные секунды Он работает там, где как нигде ценится скорость и мобильность Хотите поплавать? Вы и глазом маргут не успеете, как этот приятель уже выроет вам бассейн В его огромный черпак умещается более 45 тонн грунта Размеры этой машины действительно изумляют Это всё равно, что управлять трёхэтажным домом Это непередаваемое ощущение, когда вы сидите в кабине За один раз этот малыш поднимает по 50 тонн земли Когда управляешь этим чудовищем, сам чувствуешь себя великаном Мне кажется, люди придумали эту машину, потому что в детстве все играли в песочницы Эта машина делает то же самое, только в гораздо более крупных масштабах Это одна из самых больших машин на Земле Это детская мечта каждого мужчины На ней не хватает только ракетных установок Жаль, что их не разрешили поставить Первые фронтальные погрузчики появились в 30-е годы 20-го века К 52-му году они уже поднимали по 10 тонн Но даже тогда никто не мог предположить, что сегодня они достигнут таких размеров Я работаю над созданием погрузчиков уже около 10 лет И до сих пор не могу привыкнуть к неимоверным размерам этих машин Эта техника обладает невероятными возможностями Да их размеры действительно впечатляют Летурно — самый большой фронтальный погрузчик Этот голиаф напоминает двухэтажный дом с большими зубами и огромной силой Наши фронтальные погрузчики самые большие в мире Кроме того, они самые сильные и самые быстрые на планете Летурно создан на заводе Логвью в Техасе Там люди умеют наслаждаться работой Мы всё придумали, перенесли идеи на бумагу и отправились в цех Над созданием этих монстров работает огромная команда На создание одного такого погрузчика уходит 16 недель На этом заводе машины-монстры повсюду Каждый погрузчик создаётся с нуля Процесс начинается в электродуговой печи, где плавится сталь После того, как стальная болванка вылита, огромные щипцы помещают её на прокатный стан Где её делают плоско, как тесто для печенья Кроме того, у нас есть большие магниты, которые затем поднимают эти стальные пластинки И перемещают их по цеху Создание такой большой машины — очень сложный процесс Для гигантских деталей требуются гигантские стальные плиты, которые нужно резать И двигать с помощью гигантских инструментов Чтобы делать большие машины, нужны большие машины Кроме того, нужна профессиональная команда, чтобы никто не пострадал Во время создания этой громадины Чтобы работать с большими машинами, нужны большие машины, да Одна из таких машин — эти гигантские тиски Такие вы точно не купите в местном магазине инструментов Черпак на погрузчике может весить около 20 тонн А эти тиски с лёгкостью двигают его Они могут повернуть его под любым углом и удерживать сколько угодно Это позволяет рабочим поставить черпак так, как им нужно, несмотря на его размеры Основные трудности работы с такой техникой вызваны её размерами Сварщику проще работать, если объект находится под ним Но иногда объект бывает слишком велик, поэтому мы создали этот огромный манипулятор Он в буквальном смысле хватает черпак и может повернуть его так, как надо Поэтому сварщикам не приходится работать с предметами, расположенными над их головой Каждая покрышка для погрузчика-гиганта весит 7,5 тонн То есть на одну машину уходит 30 тонн резины Чтобы сменить покрышку, необходим вилочный погрузчик и кран Вилочные погрузчики, которые мы используем на заводе, гораздо больше тех, что можно встретить в свободной продаже Чтобы установить детали на место, требуется два мощных крана Когда всё собрано, мы устанавливаем покрышки Сначала устанавливаются ведущие колёса, и когда они установлены на валы, уже идут покрышки Люди, незнакомые с большими машинами, с трудом могут себе представить, как выглядят четырёхметровые покрышки Только подумайте, одна такая покрышка в два с половиной раза выше человека Транспортировка такого чудища вызывает целый ряд новых проблем Например, как поместить гиганта весом 240 тонн в трейлер Мы разбираем машину-корпус, делим пополам, снимаем все покрышки, черпак и подъёмник грузовиков Детали размещаются на восьми отдельных грузовиках Это только задняя рама Она весит 65 тонн, столько же, сколько 40 небольших грузовиков Мы всё взвешиваем, размещаем детали по центру трейлера Вес должен быть правильно распределён Для этого мы используем два больших крана В собранном виде погрузчик — это огромная землеройная машина, выполняющая очень тяжёлую работу Погрузчик — очень мощная машина Она может работать практически без остановки Вы подъезжаете, набираете 50 тонн и сбрасываете их в грузовик Затем разворачиваетесь, возвращаетесь и снова набираете 50 тонн И так семь дней в неделю от рассвета до заката В двигателе у таких машин лошадей больше, чем на дерби в Кентукки Электромоторы на 2000 лошадиных сил могут таскать, поднимать, копать и уничтожать всё на своём пути Электроэнергии в этой машине хватит на маленький город У погрузчика привод на четыре колеса и каждый колёсный мотор по 500 лошадиных сил На каждом колесе стоит мотор вроде того, что используют в гонках Наскар Но эта машина не просто гора мускул Погрузчик оснащён сложным бортовым компьютером, что делает его соединением стали, резины и компьютерных чипов Этот компьютер намного мощнее обычного компьютера, поскольку здесь установлено 17 микропроцессоров, которые поддерживают работу погрузчика Раньше погрузчики управлялись большими рулями и сложными гидравлическими рычагами Направление приходится менять по 500 раз в день Так что человеку в кабине приходится нелегко Новыми погрузчиками управлять гораздо легче Они управляются с помощью джойстиков Один рулевой, второй управляет черпаком Садитесь в кабину и жмите на газ Управлять таким гигантом — одно удовольствие Это нечто среднее между американскими горками и картингом Скорость достаточно высокая, но ездить при этом приходится по неровной поверхности Приходится пристёгиваться У вас появляется ощущение мощи, поскольку это огромная машина Фронтальный погрузчик — поистине настоящий монстр Больше всего мне нравится просто на нём погонять Когда нам в первый раз показывали, как работает эта машина, надо было смотреть в оба Потому что грязь летела во все стороны Это очень мощная машина Любой ребёнок, играющий в песочницы, позавидует нам, потому что наша песочница просто огромная Кто сказал, что взрослые не умеют веселиться? Машины-монстры Этот монстр двигает горы Его огромный черпак может вытащить 200 тонн земли за один раз Но самое удивительное — это то, как это чудище перемещается Оно ходит Его называют шагающим драглайном И это одна из самых необычных машин-монстров на Земле Высота — 68 метров Длина — 125 метров Драглайну не нужна резина, чтобы двигаться У этого приятеля есть ноги Управлять драглайном весом в 5000 тонн — настоящий подвиг Этот монстр работает на открытых угольных шахтах Задача драглайна — убирать с Земли верхний слой Под которым скрывается одно очень полезное ископаемое, известное нам как уголь В некоторых геологических регионах уголь можно найти на глубине всего 60 метров С помощью своего черпака этот великан огромными горстями сгребает Землю Всего за 60 секунд драглайн поднимает 200 тонн на высоту 90 метров И затем с невероятным грохотом сбрасывает все в огромную кучу Работая 24 часа в сутки, 365 дней в году Драглайн является одним из самых дешевых и эффективных способов добычи угля Его услуги стоят 35 центов за кубометр, что в два раза дешевле других способов Забудьте про армию углекопов Для управления этим чудищем нужно всего два человека Драглайны стали появляться в начале 20 века Помимо горной промышленности, они использовались для рытья каналов по всему миру Самый большой драглайн прозвали «Большой маски» В его гигантский черпак мог поместиться целый военный оркестр Чем же эта машина отличается от других? Безусловно, наличием ног и возможностью свободно перемещаться Когда я в первый раз увидел большой шагающий драглайн, мне было примерно 10 лет Я был настолько впечатлен, что это воспоминание сохранилось у меня на всю жизнь Тогда я не поверил своим глазам, эта машина ходила, а не ездила на колесах или на гусеницах Если предстоит большая прогулка, драглайн спускает два огромных ботинка, надевает их на свои ноги и идет назад Думаю, людям интересно узнать, как же он ходит Представьте себе, что вы сидите в кресле, и рядом находятся ваши ботинки Кресло является точкой вращения Вы надеваете ботинки, отталкиваетесь от ручек кресла, поднимаетесь и затем пятитесь назад Драглайн делает так каждые 20 секунд Он всегда идет назад, отходит от ямы Шаги драглайна должны быть легкими, потому что он работает на нетвердой поверхности Нужно как-то снизить давление на поверхность от такой огромной машины В случае с экскаватором на гусеницах давление на поверхность очень большое Шагающий драглайн стоит на большой круглой основе, ширина которой почти равна ширине всей машины Так достигается минимально возможное давление на поверхность Башмаки, опускающиеся на поверхность, также очень крупные, что тоже значительно снижает давление Это позволяет драглайну ходить по краю ямы и не застревать Этот малыш выгоден во многих отношениях Сделать шагающий драглайн гораздо дешевле, чем гусеничный экскаватор с отдельными моторами У драглайна всего два башмака, которые выполняют вращательные движения, а его основу не требует энергии Это очень простой и дешевый способ двигать большую машину Конечно, относительно простой и дешевый Если вы захотите иметь собственный драглайн, придется подождать Поскольку каждый такой монстр создается на заказ Создание драглайна может стать неплохой инвестицией, поскольку такие гиганты на рынке всего около 10 лет Драглайн таких размеров может примерно стоить 50 миллионов долларов Закажите такую игрушку, и ее доставят вам на 150 железнодорожных вагонах Затем ее придется собрать На сборку шагающего драглайна такой величины может уйти до 24 месяцев Последний штрих в сборке гиганта — установка огромной стрелы Поднимать стрелу для драглайна — дело достаточно рискованное Это очень напряженный момент Сами подумайте, приходится поднимать стрелу весом в несколько сотен тонн на высоту более 120 метров Собирают ее, естественно, на земле, а затем уже поднимают и ставят на место Когда стрела на месте, сборка завершена, и драглайн готов работать, засучив рукава В современном драглайне можно жить В нем есть кухня, столовая и даже шкафчики В кабине полно разной электроники Система видеонаблюдения позволяет следить за всей машиной во время работы Драглайны сделали открытую добычу угля прибыльным и конкурентоспособным родом деятельности Со Второй мировой войны цены на уголь значительно упали Углекопам пришлось еще глубже залезть в свои карманы Чтобы оправдать свою стоимость, драглайну приходится работать на шахте до последнего добытого кусочка угля Срок работы такой машины составляет 40 лет, так что вложения компании обязательно должны окупиться Машины и монстры Забудьте про большие Форды и Шевроле Вот действительно большой грузовой автомобиль Это все равно, что управлять домом Вот уж действительно дом на колесах Представьте, что вы смотрите из окна двухэтажного дома, и вдруг этот дом начал двигаться Это что-то вроде того Даже чтобы сесть за руль этого гиганта, уже приходится попотеть Это самые большие самосвалы, которые когда-либо создавались И они отлично справляются со своей работой Высота 8,5 метров Длина 14 метров Эти громадные машины питаются углем, землей, камнями и рудой Если такой гигант загружен под завязку, он может весить около 500 тонн Это больше, чем весит Боинг 747 Ничего не скажешь Эти самосвалы действительно большие Если вы управляете таким грузовиком, нужно смотреть в оба Можно случайно раздавить автомобиль, и вы даже не поймете, что что-то произошло Такое случалось У такого грузовика один двигатель больше, чем средний автомобиль И мощнее локомотива Объем его топливного бака 4,5 тысячи литров Естественно, никакой экономии бензина и речи быть не может Если вы все-таки выбрали этого великана Готовьте деньги, поскольку здесь 4 литров топлива хватает всего на 300 метров Расход неимоверный За один час это чудище потребляет 170 литров топлива Его колеса выше и тяжелее стандартного грузовика Их высота почти 4 метра, и каждая весит почти 4 тонны Это не шутки Мне всегда нравилось сравнивать эту машину и ее колеса с другими машинами Бывает, едешь по шоссе, и рядом приезжает большой тягач с фургоном Ты смотришь на этот тягач и понимаешь, что он находится на пару метров ниже тебя Одни колеса по высоте такие же, как сам тягач Иногда я приезжаю мимо путепроводов и понимаю, что эти путепроводы не намного выше колес моего грузовика На покрышках приходится поставить Постоянно заботиться Если на таком грузовике спустят шину, будут большие проблемы Покрышки нужно менять каждые 55 тысяч километров Причем стоит одна такая покрышка около 25 тысяч долларов Чтобы поменять большую покрышку, нужны большие инструменты Грузовик приподнимается гигантским подъемником Вместо пяти болтов, как обычно, у этих самосвалов их 52 А обод находится на высоте полутора метров Для таких колес нужны гигантские колеса-съемщики, которые снимают старое колесо и устанавливают новое Даже в царстве гигантов есть просто большие, а есть очень большие Самый большой самосвал — Каттерпиллер 797 Эти крепыши работают на руднике Фалс-Додж Морренси в Аризоне Это один из самых больших медных рудников в мире Сам рудник по размерам равен маленькому городу Его площадь — 39 квадратных километров Здесь работают 95 самосвалов-монстров разных размеров 65 из них находятся в постоянном движении Они вывозят грунт 24 часа в сутки 365 дней в году Эти самосвалы были созданы специально для работы на рудниках Чем больше руды вы везете, тем быстрее она двигается И тем больше вы сможете заработать Иными словами, в этом деле чем больше, тем лучше В 50-е годы самосвал мог увезти всего 20 тонн В 70-м это число увеличилось до 150 Современные гиганты возят по 380 тонн Если задействовать всю технику этого рудника, можно перевозить горы материала Точнее, 780 тысяч тонн в день Этого хватит, чтобы построить пирамиду На таком большом руднике даже такие великаны могут потеряться Поэтому они соединены с глобальной системой навигации Которая помогает им не сбиться с пути У нас есть компьютеризированная система Которая сообщает каждому самосвалу Что в него загружено Куда ему нужно отправляться после того, как он выгрузится Все самосвалы связаны с глобальной системой навигации И мы всегда знаем, где они находятся Они получают информацию со спутников Та же информация копируется на нашу базу Таким образом, получается своеобразный треугольник Мы можем поддерживать связь в реальном времени Со всеми водителями Клей Мэннер 8 лет водит такие самосвалы Я помню, как в первый раз сел за руль этого самосвала У меня ушло около пяти минут на то, чтобы сделать круг Но теперь Клей — опытный водитель Он знает, если нужно сделать поворот Он должен полностью сосредоточиться И смотреть на горизонт Я чувствую себя как пилот самолета Я никогда не совершаю необдуманных действий Я постоянно смотрю на дорогу, чтобы видеть, что там происходит И знать, какие препятствия могут возникнуть на пути Кабина напоминает семейный седан Но на этом сходства заканчиваются Вождение подразумевает под собой множество разных действий Когда ты задом подъезжаешь к экскаватору Нужно быть очень внимательным Постоянно смотреть в оба зеркала, чтобы ни на что не наехать Правой рукой переключаешь передачи А левый рулишь Это все достаточно сложно Есть еще одна сложность Самое сложное то, что год назад мы перешли на левостороннее движение Дебра Уолден — углекоп в третьем поколении Она навсегда бросила скучную работу в офисе И нашла себя в работе с этими большими игрушками Она всегда помнит о безопасности Мы всегда должны обращать внимание на то, что происходит вокруг Кто-то может выйти на встречную полосу или не вписаться в поворот Потенциальная опасность всегда присутствует Левостороннее движение позволяет водителю увидеть край дороги Кроме того, в случае лобового столкновения водитель находится на внешней стороне И у него есть шанс уйти Большому самосвалу нужен большой экскаватор Здесь на арену выходит PH-4100 С черпаком огромным, как гараж И стрелой, как шестиэтажный дом Этот великан хорошо делает свою работу Высота — 19 метров Длина — 35 метров PH-4100 перемещается на гусеницах высотой 3 и длиной 13 метров Длина одного его зубца — полметра Он выдирает невероятно большие куски из земли Двигают этого землекопа гигантские электромоторы Тяжелая работа требует соответствующего питания За один день PH-4100 потребляет больше электричества, чем 300 квартир в месте взятые Для управления этим суперэкскаватором нужен всего один человек Который наблюдает за происходящим внизу с высоты птичьего полета Когда экскаватор ударит по земле, можете засекать время Всего за три подхода кузов самосвала будет наполнен Наши самосвалы и экскаваторы соответствуют друг другу Когда мы сделали большой самосвал, нужно было что-то, чтобы быстрее его наполнять Когда появился большой экскаватор, использование большого самосвала стало оправданным При создании большой техники есть свои тонкости Для создания большого самосвала нужны были соответствующие колеса Сначала у нас не получалось их сделать Нужно было точно рассчитать тоннаж, который они смогут выдерживать И когда нам удалось сделать большие колеса, мы смогли сделать и большой самосвал Возможно, через несколько лет появится и 600-тонный самосвал Всё зависит от того, нужен ли он кому-нибудь Машины-монстры Наделённые размерами сил и выносливостью, эти машины были созданы для одной работы Пережёвывать землю Вы встретите его на угольной шахте долины Махонинг Этот экскаватор, который вскрывает землю, весит около 6,5 тысяч тонн Он вырывает и выплёвывает по 160 тонн земли за один раз Его название — серебряная лопата Высота 67 метров Длина 82 метра Высота серебряной лопаты, как у 22-этажного дома Земли, помещающейся в его громадном черпаке, будет достаточно, чтобы засыпать большой дом Попросите серебряную лопату улыбнуться, и вы увидите полный рот зубов Каждый из которых весит по 350 килограммов Управляющий шахтой Лес-де-Лома на всю жизнь запомнил эту картину В детстве я часто приходил к отцу на шахту, и мне было страшно Эта машина была такой большой, а ночью она казалась особенно ужасной Она была как огромное чудище, которое выходило из ниоткуда Если вы едете ночью мимо и видите этого ворошащего землю монстра высотой почти 70 метров Это произведет на вас впечатление Действительно впечатляет От обычных бытовых приборов этот экскаватор отличается только размерами Он питается тем же электричеством, что и близлежащие дома Чтобы заставить этого монстра двигаться, необходимо 66 тысяч вольт Сначала электричество преобразовывается на местные электростанции Затем по кабелю толщиной в 12 сантиметров подается серебряная лопатия Энергии, потребляемой голодным гигантом ежедневно, хватило бы на город с 12 тысячами жителей В желудке чудовища есть комната, в которой находится источник его жизни Здесь мощный мотор управляет толстыми стальными тросами Четыре троса соединены с барабаном, который поднимает огромный черпак серебряной лопаты Эти тросы выдерживают 160 тонн земли и 200 тонн черпак Другой барабан вращает толстенные тросы, которые давят на черпак при его сближении с землей Без этого давления черпак просто проскользил бы по поверхности и не врезался бы в землю так, что камни летят Он напоминает Годзиллу Он такой большой, что его легко принять за монстра Борьба за звание самого большого велась годами Экскаваторы с названиями «Большой Брут» и «Капитан» ворошили землю на шахтах по всей Америке Все эти гиганты выполняли одну работу — убирали землю, скрывающую угольный пласт Эти великаны никогда не кусали, по чуть-чуть Если они садились за стол, то отгрызали по 60 тысяч тонн земли за один день Работу по пережевыванию угля доверяют малышам Вскрывающий экскаватор — это сердце и душа открытой угольной шахты Без их помощи ничего не получится Эту машину можно обслуживать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Чтобы механика или электроника не дали сбой, мы работаем с этой машиной без остановки Пока она не найдет продукт, который мы продаем Чтобы серебряная лопата нормально работала, нужно 4 человека Один наверху следит за тем, чтобы все было смазано Другой внизу делает то же самое Третий работает на бульдозере и не дает гусеницам засоряться Четвертому достается самое веселое Он сидит наверху в кабине оператора и управляет этим гигантом Джо Семини занимается этим с 70-го года Мне нравится то, что я делаю Жена говорит, что я женат на работе Я вижу экскаватор чаще, чем ее Мне всегда хотелось работать с техникой Сначала я работал на бульдозере, потом на медзавозе и, наконец, попал на экскаватор После 30 лет работы копать землю для Джо более чем естественно Я мог бы это делать с закрытыми глазами За день я совершаю около тысячи заходов За один заход убирается около 80 кубометров земли Передвигать монстра по территории шахты Джо помогает 8 гигантских гусениц В 2,5 метра в высоту И 12 метров в длину Каждая состоит из 33 отдельных пластин Каждая пластина весит 900 килограммов Это почти как маленький автомобиль Эти машины огромны, потому что они выполняют колоссальную работу Они выкапывают ямы, равные по высоте 10-этажному дому Чтобы работать с такими объёмами, нужна соответствующая техника Вскрывающий экскаватор работает на дне ямы, то есть непосредственно над угольным пластом В таком положении экскаватор может попросту закопать сам себя Поэтому, чтобы машина могла выбираться, должна быть твёрдая поверхность Глубина иногда бывает порядочной Стоит оступиться, и машина может закачаться или ещё хуже — упасть В 83-м году в Медисон-Вилле Вскрывающий экскаватор Гибралтар перебирался на новое место Двигался он по мягкой земле И ко всеобщему ужасу упал Никто не пострадал, но карьера Гибралтара на этом закончилась Огромный экскаватор разобрали и продали на лом Но обычно такого не случается Иногда вскрывающему экскаватору приходится преодолевать по несколько километров Иногда приходится пересекать шоссе Что всегда очень тяжело Дорога закрыта Вес этих машин огромный, поэтому дорогу приходится защищать На неё накладывают большой слой земли и камней с помощью бульдозеров Также очень часто используют деревянные настилы Когда всё готово, вскрывающий экскаватор выходит на поверхность Он, как динозавр, наводит ужас на местных жителей Но также, подобно динозаврам, эти машины находятся на грани вымирания Будущее у этих машин достаточно безрадостное Со своей работой они справляются превосходно Но всё дело в ситуации с углём в Соединённых Штатах Угля очень много, а слой, который его скрывает, совсем небольшой Более выгодно использовать экскаваторы поменьше Поэтому большие вскрывающие экскаваторы уже не используются так, как раньше Это вымирающая порода Шахты теперь используют более маленькие экскаваторы, которые в несколько раз дешевле серебряной лопаты Одно время в США использовалось более 500 вскрывающих экскаваторов К 95-му году их число сократилось до пяти Сегодня серебряная лопата — последний из гигантов Я шахтёр в третьем поколении Серебряная лопата как член моей семьи Я рос вместе с ним и работал на нём долгие годы Я очень к нему привязан И буду на нём работать, пока это будет возможно Пока есть силы, серебряная лопата будет продолжать двигать горы Машины-монстры Понравились большие машины? Тогда подготовьтесь к встрече с самым большим горным комбайном из всех Это роторный экскаватор невероятных размеров Самый большой горный комбайн на Земле Высота — 94 метра Длина — 220 метров Этот гигант среди гигантов способен найти уголь на глубине сотни метров под землёй Для этого у него есть гигантское колесо, подвешенное на конце огромной стрелы И оснащённое громадными черпаками По мере вращения колеса черпаки набирают землю и высыпают её на огромный конвейер Затем земля попадает на другие конвейеры, которые отводят её в другую часть шахты Там гигантские разбрасыватели высыпают землю в ту яму, из которой уголь уже был добыт В то же время другие роторные экскаваторы выкапывают уголь, который на конвейерах переносится к железной дороге Отсюда он попадает на электростанцию, где его поджигают и получают электричество Часть этого электричества возвращается, чтобы питать экскаваторы и конвейеры Всё остальное продаётся потребителям Роторный экскаватор невероятно быстро вскапывает землю со скоростью 245 тысяч кубометров в день Этим можно засыпать футбольный стадион Самый большой ротор экскаватора размером с 32-этажный дом выше статуи Свободы Его вес — 13,5 тысяч тонн, это почти в полтора раза больше, чем вес Эйфелевой башни Он в два раза длиннее футбольного поля Эта машина двигается на 12 гусеницах, каждая из которых 3 метра в высоту, 3,5 метра в ширину и 15 метров в длину С меньшими гусеницами машина провалилась бы под землю Это настоящие монстры, они просто огромные Всё остальное по сравнению с ними кажется крошечным Наши экскаваторы гигантские, а всё, что вокруг них такое маленькое Это самые большие землеройные машины в мире Им просто нет равных Идея прикрепить черпаки к колесу впервые пришла в голову Леонардо да Винчи В 19 веке ранняя версия такой машины использовалась при рытье Суэцкого канала Сегодня эти машины используются в горной промышленности За последние сто лет было создано около тысячи черпательных колес разных размеров Каждый из них — чудо механики Настоящий шедевр инженерной мысли Внутри этого огромного тела находятся мощные моторы, которые двигают колесо И поднимают его тяжёлую 60-метровую стрелу Всё работает на электричестве, поступающем по этим толстенным кабелям Как ни странно, работать с таким экскаватором не так уж и сложно Для этого нужно всего пять человек Как и многие машины-монстры, это чудо-колесо работает круглые сутки Рейнер Каргер участвовал в разработке этой машины Теперь он директор компании, которая их производит Количество перемещаемого материала просто невероятное Эти системы могут работать с 8 сотнями тысяч тонн в день При желании они могли бы за день построить целую пирамиду Люди, работающие на этих машинах, знают, что с таким количеством земли Нужно обходиться крайне аккуратно Самое главное при работе с роторными экскаваторами, чтобы ничто не раскачивалось Колесо очень большое и очень тяжелое Оно должно удерживать стойкое равновесие Когда экскаватор перемещается, все его движения должны происходить на безопасной поверхности Может случиться беда, если машина находится на мягкой поверхности Либо теряет равновесие Если самая большая машина на объекте застрянет, ее ничем не вытащишь Сделать такой экскаватор очень тяжело Пять лет уходит на создание деталей Два с половиной года на их проверку И два с половиной года на сборку Его цена более 100 миллионов долларов Очень часто, глядя на чертежи, даже не представляешь, насколько это все большое И когда ты видишь готовую машину, ты восклицаешь Боже мой, какая же она большая Мы никогда не перестаем удивляться Хотя видели эти машины уже много раз Эта машина крутит свое колесо в Германии недалеко от Кёльна Площадь шахты 800 квадратных километров На ней трудятся тысячи рабочих Это уникальный геологический регион Работать приходится с насыпным гравием и песком Здесь нет камней и булыжников Это идеальная поверхность для экскаватора монстра Когда смотришь на них издалека, они похожи на динозавров Кажется, будто они пасутся и едят Не такие большие и тяжелые, да и форма у них, как у динозавров Обратите внимание на то, как они работают Они работают очень плавно Думаю, именно так двигались когда-то настоящие динозавры Когда роторные экскаваторы перемещаются с места на место Целые города оказываются отрезанными от остального мира Автострады заблокированы Реки меняют направление Ничто не должно мешать добыче земных ресурсов Это продолжается день за днем, год за годом При добыче полезных ископаемых Шахта Гамбах была открыта в 1975 году И роторные экскаваторы будут жить, пока жива эта шахта Роторные экскаваторы долговечны Они могут работать по 70, а то и по 80 лет Они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю И так по нескольку десятков лет Мы выйдем на пенсию гораздо раньше, чем они Бесспорно, эти машины-монстры настолько велики, что человек по сравнению с ними кажется букашкой Но наша потребность в энергии растет И можно с уверенностью сказать, что машины-монстры будущего будут еще чудовищней Еще массивнее И зубы у них будут еще больше Субтитры создавал DimaTorzok